Привет, друзья! Хочу поделиться с вами своим секретом. Можно, да? Значит, когда я сажусь за компьютер, я настраиваюсь психологически, ну, как бы в душе, там, каким-то образом копаюсь, чтобы найти такое состояние, когда я буду вам рассказывать что-то очень полезное для вас. А для этого я всегда, или когда сплю, или когда рисую, или когда книги пишу, или когда кого-то тренирую, неважно, я замечаю, в каких случаях что происходит, провожу какой-то самоанализ, ну, в основном ночью тоже, когда сплю, вот засыпаю, я думаю, вот завтра мне надо сесть за компьютер, что я полезного могу сказать людям. И вот эта практика постоянная, постоянная тренировка себя в плане самонаблюдения, анализа различных обстоятельств и анализа ваших комментов, которые вы мне пишете, помогает мне думать о том, что полезного я могу сказать, причем не так, чтобы это было как-то графоманский, там, самовыражение, самореализация, а именно, чтобы действительно полезное было. И вот когда мозг занят все время поиском, подарить полезное, происходит какое-то невероятное событие, оно все время рождается, как идеи, рождается. Но перед тем, как высказать эту идею, конечно, я ее многократно проверяю, во-первых, на себе проверяю, во-вторых, предлагаю своим друзьям проверить, и потом всей школе нашей, человек будущего хомофатуроза, отдаю на изучение. Каким образом? Ну, вот так я вот рассказываю что-то, показываю что-то, какие-то упражнения, приемы, советы даю, и мне пишут комменты, мне пишут комменты, причем пишут не только под роликом, но и в личку пишут, потом пишут и в Фейсбуке, и в ВК пишут, и в Одноклассниках пишут, много-много же у меня знакомых, друзей, которые пишут мне отзывы. И таким образом, каким-то, ну, можно сказать, что это способ апробации, такой поверхностной апробации, которую потом я еще глубже изучаю, и в критических ситуациях, когда надо человеку помочь, реально, вот мне звонит человек и говорит, у меня мама умерла, ну, не дай Бог. Просто я пример привожу, вот, ну, прямо сейчас. Вы можете мне помочь? Ну, вот человек меня не знает, но он там узнал в интернете, что я помогаю. И позвонил мне и говорит, вот такая ситуация. Я начинаю помогать, и там я вот это, тренированное качество, быть полезным, я как-то использую, и на самом деле я ему могу помочь. И так получается. Вот я вам хочу дать совет. Вот я делюсь своим самонаблюдением и за своей творческой частью жизни. Я вам хочу сказать, если вы почаще будете думать тоже, что же полезного вы можете дать людям, и у вас будет появляться идея. Это генератор идей, то есть по существу, поскольку человек – общественное существо. Это и есть и духовное развитие, это и есть и развитие изобретательского мышления, это и есть и развитие, ну, духовное развитие – это и есть развитие человечности в себе. Человечность – это сопереживательность, это способность дарить бескорыстно, оказать помощь. Ну, это же и есть человечность. И получается, что если вы всё время думаете о том, какое полезное дело сделать людям, получается, что вы растёте. Это удивительно, это так просто, понимаете, на самом деле. Потому что меня раньше смущало, почему все ходят в церковь или в мечеть, или в синагогу, в чём духовная полезность. Ну, наверное, они получают там массу позитива для себя, для своего роста. Ну, я же психофизиолог, я как учёный рассуждаю. И в этом смысле я понял, что, в принципе, нужно думать о том, чтобы быть полезным для людей, искать, что им дать бескорыстно, полезно. Да, ну, при этом ответственность, конечно, чтобы не быть графоманом. Я думаю, я не графоман, потому что мои методы во всём мире применяют, и очень много людей даже и не знают, откуда взяли. Да, сейчас я читаю комменты, оказывается, кто-то где-то в какой-то стране, я не называю, ну, поскольку там мои книги изданы, да, при меня этот метод уже и по-другому называют. Ну, песня становится народной, она идёт, 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 идёт. Ну, кто-то, если мне скажет, что да это и без вас применяли, я хочу вам сказать, не так применяли. По форме может быть похоже, но не так, потому что вектор внимания здесь во время применения упражнений направлен на решение волнующих вопросов, а не на качество выполняемых упражнений. Понимаете, в чём дело? И поэтому и вопросы лучше решаются, и здоровью прибавляется. Это совершенно немножко новое, да, и это же я помогал людям из терактов выходить после шоковых состояний и учил психологов так работать. Поэтому я не просто так говорю, да, друзья, на свете много чего есть такого. На свете много, как говорят, придумано много и сделано много. И как говорил мой друг Сергей Чернышёв, в горсти земли вся таблица Менделеева. И у нас у всех есть внутри всё, всё есть. Всё зависит от того, на что обратить внимание. Если вы теперь будете обращать внимание на то, чтобы искать, что дать человеку и людям полезного, вы начнёте быстрее развиваться. Вот этого в мире нету. Такой чёткой, ясной, изложенной концепции. А для того, чтобы вы очень себя чувствовали, и голова быстрее соображала, конечно, снимайте лишнее напряжение. Да, учитесь сочетать механические движения с идеомоторными. Да. Ну, об этом я потом расскажу ещё в отдельном ролике. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok